Баку и Бишкек активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в ООН, ШОС, ОБСЕ, Движении неприсоединения и в рамках Тюркского совета. Развитие двустороннего сотрудничества обсудили президент Ильхам Алиев и посол Кыргызской республики в Азербайджане Кайратус Моналиев. Новоназначенный посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку рассчитывает на интенсификацию контактов с Бишкеком. Есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы, отметил глава азербайджанского государства. Нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот. Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны. И мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны. И уверен, что и в будущем мы на площадке ООН и в рамках организации исламского сотрудничества, конечно, Тюркского совета, СНГ и других организаций мы будем оказывать друг другу поддержку. Подчеркнуто, что народы двух стран связывают общие корни. Во время Второй Карабахской войны Азербайджан чувствовал поддержку народа Кыргызстана, отметил Ильхам Алиев. Стороны также обсудили предстоящий саммит Тюркского совета. Как вы знаете, в ближайшем месяце будет проведен очередной саммит. Глав государств Тюркского совета возглавляет который Азербайджан. И мы будем передавать наше председательство Турции. И, конечно же, этот саммит еще больше сблизит наши страны. Очень много вопросов, которые требуют своего решения в рамках взаимоотношений и сотрудничества между тюркоязычными государствами. И, как вы знаете, Азербайджан всегда предлагал большие усилия для сближения стран-членов нашего совета. В фундамент наших межгосударственных отношений заложил ваш отец, выдающийся деятель международного масштаба, память о котором бережно хранят Кыргызстанцы. И буквально в следующем году мы отмечаем 25-летнюю годовщину подписания договора о дружбе и сотрудничестве. В 23-м году будет 30-летие установления дипломатических отношений. Глава государства рассказал о восстановительных работах на освобожденных территориях страны. И Хамалиев подчеркнул, что Азербайджан предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы в максимально короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли. Посол Кыргызстана, в свою очередь, поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь в прошлом году в борьбе с пандемией. Кайрат Османалиев отметил, что президент Кыргызской республики Садер Нургожоевич приглашает президента Азербайджана посетить Кыргызстан с государственным визитом.